Комедия Ленида Гайдая Дениса Кмита на всю страну и могла бы стать отличным стартом в его карьере. Этому способствовали и яркая привлекательная внешность актёра и его безусловный талант. Но несчастный случай в один миг перечеркнул все эти радужные перспективы. Денис родился 25 декабря 1959 года в Москве. Его отец, прославленный артист Николай Гриценко, воспитывать нежданного сына не собирался и признавать тоже категорически не хотел. И тут своё плечо матери Дениса, известному фотографу Галине Радыш, подставил благородный Леонид Кмит, исполнитель роли Петьки в «Культовом Чапаеве». Мужчина стал фактическим отцом Дениса, записав его на свою фамилию и нянчился с ним как собственным сыном. А с биологическим отцом Денис никогда не общался. В шестилетнем возрасте мальчика пригласили на съёмки фильма «Цыган». С тех пор он принял решение, что обязательно станет актёром. После школы Денис Кмит поступил в школу студии МХАТ и сразу после её окончания был приглашён в комедию Ленида Гайдая «Спортлото-82», которая и прославила юношу на всю страну. Первая значимая роль для Дениса Кмита могла стать хорошим стартовым трамплином. Но ещё до выхода картины на экраны 22-летний артист упал со второго этажа и получил серьёзную травму позвоночника, навсегда приковавшую его к инвалидному креслу. Поначалу молодой человек не терял надежду, что сможет начать ходить и вернётся в профессию, и ждал новых предложений от режиссёров. Но с возрастом эта надежда таяла, пока наконец Денис не осознал, что инвалидность с ним до конца жизни и в кино его больше не позовут. Талантливый юноша не опустил руки, занялся художеством, писал стихи. А спустя 10 лет, в 1992 году Денис вновь вернулся на экран, сыграв главного героя-афганца в инвалидной коляске в фильме начинающего режиссёра Сергея Гурзо «Какаду». Эта роль была специально написана для Кмита. В 1999 году актёра снова пригласили на съёмки сериала «Поворот ключа». Денис Кмит вновь сыграл инвалида. В последний раз его можно было увидеть в 2017 году в документальной передаче, посвящённой памяти его биологического отца. Актёр никогда не был женат. Ещё во время съёмок в «Спортлото-82» у Дениса был роман с поклонницей. Спустя 30 лет Кмита пригласили в Крым на кинофестиваль. Там ему сообщили, что у него есть дочь и предложили познакомиться с уже взрослой девушкой. Но актёр отказался, так как не хотел быть ей обузой. Несмотря на то, что Кмит в последние годы жизни не снимался в кино, его всё время поддерживали поклонники. Материально ему помогал независимый профсоюз актёров, театры и кино. Рядом с Денисом всё время была любимая мама, которая ухаживала за сыном и во всём его поддерживала. После 50 у актёра обострилось заболевание почек, он несколько дней провёл в реанимации. Но по-настоящему подкосила актёра внезапная смерть его матери Галина Васильевна скончалась в апреле 2019-го в возрасте 87 лет. Денис пережил её всего на три месяца. Талантливый актёр скончался 21 июля 2019-го. Ему было всего 59. Денис Алексеевич Кмит похоронен рядом с матерью на Тройкоровском кладбище. Вечная светлая память. Субтитры создавал DimaTorzok